Когда я рисую в проклейт, я сначала добавляю новое фото на холст, ставлю его как мне удобно, располагаю его на холсте и выбираю нужную кисточку, которую я буду рисовать. Создаю новый слой, на котором буду рисовать. Тонкой кистью я рисую линии, помечаю где будет находиться рост волос, где будут располагаться брови, глаза. Когда я рисую, я использую измерительный метод, то есть я беру пенсил и отмеряю им части лица и проставляю заметки на чистом листе. Я помечаю линию роста волос, я помечаю там где находятся брови, глаза, помечаю где располагается кончик носа, рот, подбородок и серединная линия губ. Также для себя я помечаю на референсе вертикальную осевую линию, которая даст мне понятие о том, где находится центр лица. А также помечаю круг, который мне поможет понимать, где находится верхняя часть черепа. Такие же линии и круг я рисую на чистом листе. Я стараюсь рисовать линию под таким же наклоном, что и на референсе. В процессе я постоянно перемеряю пропорции, втираю, если где-то нужно, добавляю, исправляю. А также от средней линии замеряю по самой широкой части лица, которая находится примерно там, где скулы, либо чуть выше, расстояние. И помечаю его на своем построении. Также рисую круг, который можно нарисовать на отдельном холсте, чтобы в Procreate его быстренько поправить и сделать его идеально круглым. Дальше уже линии все можно слить. Этот круг заканчивается под носом, то есть на основании носа и где-то чуть выше линии роста волос, в данном случае. Теперь можно соединить этот круг с линией подбородка. При этом важно учесть углы нижней челюсти. Углы нижней челюсти обычно совпадают со срединной линией рта, но в данном случае голова наклонена вниз, поэтому угол нижней челюсти задран вверх, а рот находится ниже, потому что здесь перспектива. Также лицо в три четверти немного повернуто. Все это нужно учитывать при построении нашего рисунка. Теперь я хочу посмотреть, как расположены глаза на данном референсе. То есть я хочу соединить уголки глаз внешний и внутренний. От внутреннего уголка глаза провожу линию к внешнему и видим, что внешние уголки глаз немного приподняты вверх. Эту же форму пытаемся повторить на нашем рисунке. Также стоит замерить глаза. Замеряем один и второй глаз, и один глаз будет чуть меньше. В данном случае с нашей стороны это левый глаз, потому что здесь лицо немного повернуто в три четверти, и действует перспектива. Все это учитываем. Также расстояние между глаз меряем. Обычно расстояние между глаз равно одному глазу, но всегда нужно замерять. Тем более, когда перспектива, тоже нужно это учитывать. Расстояние будет сокращаться. А также каждый человек уникален. И на каждом референсе, когда вы его перерисовываете, нужно замерять каждый раз отдельно. Теперь я сотру эти линии, которые я рисовала на референсе. Они мне мешают. Подмечу скулы. Примерно там, где они располагаются. В процессе рисования я стираю линии построения. Если они мне начинают мешать, я просто удаляю их. И начинаю рисовать дальше на том же слое. Редактор субтитров А.Семкин Стоит отметить, где располагается в данном случае ухо. И пометить его, а также линию шеи. Музыка Когда мне неудобно рисовать, я вращаю холст. Пытаемся повторить форму глаз, то есть разрез глаз. Музыка 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 Теперь я помечу, где располагается нос, а также где располагаются брови. Пытаюсь повторить форму брови, а также форму носа, смотря на референс. Обычно ширина носа определяется шириной расстояния между глаз. Но опять же, в конкретном случае нужно смотреть на референс. Смотрим, где начинаются и заканчиваются брови по отношению к глазам. Уголки рта обычно находятся где-то посередине глаз, если провести вертикальные линии к ним, либо там, где начинаются радужки. В данном случае уголки рта находятся немного ближе, чем середина глаз по отношению друг к другу. Если провести вертикальные линии, то это можно заметить. Музыка Помечу немного форму рта, но в данном случае здесь она перекрыта пальцами. Руку я нарисую чуть позже. Музыка Сейчас немного прорисую прическу. Пытаюсь повторить изгибы локонов. Музыка В проклейте есть очень удобная функция, которая называется пластика. Если вы видите, что какая-то линия немного не туда у вас, и вы хотите ее исправить не стирая, это просто можно сделать функцией пластика. Музыка Теперь я помечу радужки в глазах, и уже глаза становятся не пустые. Музыка Также я помечу линию плечей. Здесь важно учесть их направление. Правое плечо здесь выше левого, потому что опять же корпус человека развернут, он в перспективе. А также правое плечо по отношению к нам будет здесь меньше левого. Помечаю линии плечей и продолжаю работать над волосами. Музыка Музыка И теперь займусь рукой. Чтобы нарисовать руку, я создам отдельный слой, чтобы не повредить уже имеющийся эскиз лица. Чтобы нарисовать руку, я сначала помечаю косточки пальцев и их соединение. Направление суставов, отдельно помечаю костяшки каждого пальца. Косточки я рисую линиями. Соединения я рисую точечками. Поэтому скелетику потом проще будет нарисовать руку. И теперь рисую объем пальцев на этой структуре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова